Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях художественный руководитель студии «Арснова» Наталья Томилина. Здравствуйте, Наталья! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о вашей студии. Когда она была образована, по каким направлениям у вас работа проходит? Студия открыта с декабря 2011 года, и в ней такие направления действуют, как актерское мастерство, детский театр, риторика, сценическая речь, хореография, куда включают в себя дисциплины, гимнастика, пластика, детский эстрадный танец, музыкальное искусство, где мы предлагаем занятия по вокалу, гитаре, фортепиано, синтезатор, аккордеон, изобразительное искусство – это живопись, декоративно-прикладное творчество. Но еще есть общеобразовательный сектор, где мы предлагаем научить и подготовить к школе первоклашек. Скажите, вот на сегодняшний день у нас в городе, ну, скажем так, достаточное количество различных творческих студий. Вот в чем отличие, не знаю, можно сказать, изюминка вашей? Ну, на самом деле, таких творческих студий у нас не так уж и много. Больше, наверное, детских развивающих центров. У нас все-таки направленность на взрослое обучение. Изначально студия была основана для развития взрослых людей, те, которые мечтали, но не получилось в детстве получить каких-то навыков по изобразительному искусству, музыкальному искусству, которые сейчас с удовольствием хотят восполнить те пробелы, которые были допущены в детстве. Но с детьми мы также работаем, набираем детские группы, но в возрасте от пяти лет и старше. Совсем с малышами мы не ведем контактов, потому что это все-таки больше такое уже развивающее идет направление. У нас все-таки специфика такая более профессиональная, чтобы были хорошие результаты достигнуты. Скажите, ваши коллективы принимают участие в каких-то фестивалях, конкурсах? Да, конечно, безусловно, мы стараемся как можно чаще принимать участие и на городских площадках Рязани, и выезжать за пределы страны, потому что нужно реализовывать свои навыки, чтобы были видны результаты работы. Скажите, вот какие-то последние, самые такие крупные, значимые победы на каких фестивалях, конкурсах у вас были? Ну, расскажите. Ну, совсем недавно наши воспитанники приехали с Венгрии, где защищали, можно сказать, честь России от нашего имени, и привезли две золотых, две серебряных медали, очень довольны результатами, готовились, серьезно была проведена работа, но ожидания оправдались. Выступали по каким номинациям, что там они делали? В номинации мы участвовали в вокальных номинациях в разных категориях, у нас была младшая категория, средняя и старшая представлены, и также театр песни и танца. Вы сами ездили туда с ребятами? Да, конечно, безусловно, нужно поддерживать ребят, как-то их настраивать, и все-таки от руководителя должны какие-то тоже эмоции, поддерживающие в их сторону быть. Это был ваш уже не первый выезд за границу, или все-таки первый? Это первый наш такой участие в международном таком большом конкурсе-фестивале, и первый раз мы выезжали, очень волновались, на самом деле многие участники этого проекта думали, ехать или нет, но все-таки согласились, и были все очень счастливы и довольны. Ну, ваши впечатления вот от этой поездки, от организации самого конкурса, от той страны и того города, где вы пребывали? Очень хорошие впечатления, нас очень тепло принимали, несмотря на то, что мы в чужой стране, казалось бы, чужие совершенно люди, но, наверное, все-таки творческие люди, они везде объединяются. Очень был хороший прием от организаторов, нам устроили шикарные просто экскурсии, поэтому у нас впечатления были не только от конкурса, но еще от страны, от их жизни, от их быта, как они живут и принимают также участие в жизни других стран, потому что идет плотное сотрудничество с их стороны, с другими странами, непосредственно вот с Россией. Мы встретили там тоже россиян с Питером, их было большое количество, и очень радостно в чужой стране увидеть своих, можно сказать, так, родных людей. Скажите, вы своих учеников, учениц настраивали все-таки вот на победу, на завоевание там каких-то мест и медалей или просто на участие? Нет, мы не настраиваем, я никогда не настраиваю своих учеников, воспитанников на победу, потому что участие в каких-то конкурсах, фестивалях – это уже победа. Показать свои результаты, чего человек достиг. Но, конечно же, приятно получать награды, безусловно. Вообще ожидали, что вот ваши воспитанники так высоко прыгнут? Вы знаете, на самом деле я стараюсь об этом не думать, когда вот мы выходим на какие-то конкурсы, потому что самое главное – это хорошее выступление, конкретно для данного участника. Поэтому, ну, если это будет с каким-то хорошим результатом, пусть это будет потом радость. И заранее предполагать никогда я этого не делаю. У вас есть какие-то уже планы на будущее? Может быть, куда-то еще собираетесь поехать? Может быть, собираетесь расширять свою студию, открывать какие-то новые направления? Да, безусловно. Мы собираемся дальше участвовать в проектах, в концертах. Ну и также планируем поездки и за границу, и в пределах России на конкурсы, на фестивали. Сейчас подошел такой период летний, когда строятся планы на следующий учебный год. Поэтому думаем, что будем стараться стремиться дальше вперед. А в плане расширения студии? В плане расширения студии тоже у нас планируется в летний период, когда дети уходят на каникулы. Мы, педагоги, собираемся на педсовете и уже планируем дальнейшее развитие. Так как мы все люди творческие, то, безусловно, всем хочется идти вперед и строить какие-то грандиозные планы. Но, конечно, хотелось бы, чтобы эти планы еще и притворились в жизни. Ну вот вы сказали, что у вас все-таки больше уклон на работу со взрослыми. Правильно? До какого возраста вы взрослых принимаете? Есть какой-то высший предел? На самом деле к нам приходят взрослые в разном возрасте. Взрослыми, я считаю, и 20-летних ребят, которые приходят, и в 40, и в 50 люди ходят, занимаются. В принципе, у нас ограничений высшего нет по категории взрослой. А детей у нас тоже достаточно много в возрасте 5, 6, 7 лет. Также получают развитие, и стараемся как-то их объединять, и чтобы они получали не только результаты, но еще удовольствие от того, что они делают. А вот все-таки интересно, более старшие женщины, мужчины, там, 40 лет, допустим, вот чем они приходят заниматься? Ну, кто-то приходит, есть группа взрослых живописи, отдельная группа, которые занимаются именно конкретной живописью. Есть, которые люди приходят на вокал, очень многие приходят, их спрашиваешь, а почему вот в таком возрасте, там, в 30-40 лет вы вдруг решили заниматься там вокалом или играть на музыкальных инструментах? Как чаще слышим в ответ, что вот всю жизнь мечтали, в детстве родители не смогли по каким-то причинам отдать в музыкальную школу или еще куда-то, и сейчас хотелось бы это восполнить. Ну, конечно же, хочется в их жизнь вот внести вот эту нотку, наверное, счастливую, чтобы они получили то развитие, о котором они мечтали. Ну, то есть вы утверждаете, что и в 40 лет можно развить свой талант? Я думаю, что да, мы стараемся раскрыть индивидуальность и тот потенциал, в котором находится в каждом человеке. Все люди талантливы, каждый в своем. Поэтому наша задача – суметь увидеть и раскрыть это. Угу. Занимайтесь добрым делом. Да, стараемся, с удовольствием. Ну, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Мы желаем вашей студии, вашим коллективам дальнейшего развития, успехов, наград на конкурсах, фестивалях. Будем следить за вашими успехами. Спасибо вам. Мы будем стараться оправдывать ваши ожидания. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках.